Субтитры сделал DimaTorzok Сижу, жру, меня жду Ништяк Сейчас попиздим Но недолго Потому что уже надо спать Фу А я короче только в 2 часа приехал в зал Все как обычно Сейчас вам что-нибудь подрасскажу Здорово, здорово, добрый Короче рассказываю по порядку Вот собственно и Водянов Короче Сегодня мы тренили с Ваней вместе Записали совместный видос Вам еще один Видос выйдет на канале Ванином В общем Ванин канал будет развиваться А мой канал А мой канал анал Вот и все Почему? Потому что у меня вещи У оператора то По носу золотуха Они заебали уже Но короче оператор опять не смог приехать Поэтому снимал короче Ваня и его девушка Тренили мы короче Да мы с Ваней хотели так сделать Да, снять 2 части Типа разделить на 2 части Одну типа Ваня чтобы загрузил А другую короче на мой канал Но оператор опять подвел Блядь Ну люди такие меня окружают Ну что сделаешь Меня постоянно кто-то подводит Вот такие вот Блядь вокруг меня люди Видимо со мной что-то не так Нахуй Вот Тренили мы с Ваней руки Что я могу сказать У Вани на тортах У Вани все хорошо Вот короче Был полный энергии и сил Короче Да Ну а я что А я на рисе Я на рисе короче Поэтому Поэтому мы ебашили кто на чем Ну вот Не на самом деле я доволен Я доволен Потренировались хорошо Довольно вышло интенсивно Ну в целом Тренировка ничего зашла Можно было еще более Высокую интенсивность достичь Но на сегодняшний день Это Вот конкретно про сегодняшний день Я доволен По причине того что У меня далеко не лады Как бы в делах Ну как бы вам так сказать Личных Вот И то есть Происходит все таким образом Что Моя подготовка Кроме как Меня По большому счету Особо никого не интересует Всех остальных интересует Только их Личные заинтересованности Их личные Амбиции Короче Да да Сейчас Ване я расскажу про это Вот И по этой причине Мне сегодня Во первых Не дали поспать Потому что Как вы знаете У меня довольно таки Стандартный Такой режим Как бы В котором у меня И в котором Проходит Мой день Ну как бы Каждый день Режим Режим этот Выглядит примерно так Меня никто не трогает И не пытается Сделать мне Неприятно То у меня То у меня как правило Нервная система За 24 часа Успевает полностью Восстановиться Потому что Ну надо понимать Что Основная Вся основная Нагрузка Она Лежит на нервной системе Физика Организма В состоянии Восстанавливаться Привет В случае Если организм Получает Достаточное Количество Ну во первых Еды А во вторых Необходимых Вы понимаете Да Про гормональную Поддержку Я говорю Вот Соответственно Как бы В таком случае Проблем с восстановлением Быть не должно Ну понимаешь Там связки Побаливают Это все Ну как бы Без этого Никуда Вот А когда Вам начинают Выебывать Нервную систему Она высаживает Все остальное И соответственно Поскольку Как бы На ней все Замешано То и Тренировочный Как бы стресс Доставляет Намного Больше Нагрузки Общей На организм Чем он Доставляет Без Ушатанной Нервной Системы Вот Ну и Соответственно Поскольку Сегодня Меня уже С самого Утра Начали Как бы Активно Прессовать И в принципе Продолжалось До самого Вечера Сколько бы Раз Я не пытался Лечь спать Каждый раз Меня будили Каждый раз Мне Тем или иным Образом Пытались Сделать Психологически Неприятно Вот Ну в результате Я конечно Ваню пришлось Мне дважды Передвигать С ним тренировку За что я прошу Прощения Вот Потому что Изначально Мы с ним договаривались На 8 Потом я понял Что это будет В 10.30 И в итоге Мы начали Блядь В 11 часов Вечера Только Да Вот Но Тем не менее За счет того Что Ваня Приехал И Соответственно Как бы Это Ну доп. мотивации Мне конечно Дало Немножечко Меня это ободрило Мы там Поболтали Все таки Как-то немножко На камеру Да так вообще Ну Такая В итоге Я говорю Я остался доволен Тренировкой Потому что Я как бы И подзапампился Довольно таки Основательно И не могу сказать Что Работал я Прямо С маленькими весами Веса были Вполне достаточные Для того Чтобы я Ну как бы Проработал Полноценно То есть мышцы рук Да На трицепс Можно было добавить Еще одно упражнение Ваня знает Четвертым Но Не стал я Блядь Рисковать Ставить какой-нибудь Жим лежа Узким хватом Ну просто По причине того Что Блядь Я говорю Я чувствовал Что меня может Не хватить На полноценную Тренировку бицепса А в итоге На бицепс Мы сделали раз-два-три-четыре Упражнения На трицепс сделали три А на бицепс четыре И потом я еще Сделал пять подходов На пресс Поэтому в принципе Зашло довольно хорошо Значит так Девушка Идите нахуй отсюда Что касается Видоса Блядь Ну начинается Полезли Значит Что касается Видоса Так Так ребят Не сбивайте Значит Я думаю Что должно Получиться Довольно таки Интересно Потому что Там И Да что ж Откуда они опять Полезли Ребят Я опять в топ Что ли попал Я не понимаю Что ж такое Вроде нормально Сидим Разговариваем С вами И тут Опять начинают Вылезать Какие-то ушлепки Блядь Недоделанные Ненавижу Этот топ Если честно Меня уже просто Это раздражает Блядь Видос должен Получиться Довольно Интересным Потому что Мы и Поговорили Там Какие-то Интересные моменты Успели Обсудить И соответственно Как бы Тренировочные Всякие моменты Получилось Заснять Плюс в этом Видео Будет довольно Интересно Потому что Тренировались Мы С Ваней В паре То есть Там в кадре Будет и Ваня И в кадре Буду я И короче Ваня в майке Я в футболке Я успел Дважды Поменять футболку Потому что Я очень сильно Вспотел Я пью Много воды Не знаю Я надеюсь Что получится Хорошо Скажу вам честно Там вышло Довольно Много Откровенных Очень мыслей Не служил Ни мужик Сука Пошел Нахуй Сейчас Подождите Так Вот Значит Довольно Много Таких Ну конечно Водянов Какой еще Значит Затронуто Было мной Довольно Много Таких Аспектов Для многих Неприятных Поэтому Некоторые вещи То что Более Менее Адекватно Я думаю Что вы увидите А там Где совсем Пожескачу Я попросил Чтобы Соответственно Ваня Это все таки Не публиковал Потому что Ну таки там Откровенные мысли Мои довольно жесткие По поводу того Как люди Относятся К спорту Как бы И к своему И как они Занимаются Этим делом Вот Ну и Самое Самое интересное Я оставил вам На Как это называется На десерт Все это дело Снимал Вася Кузнецов Для железного рейтинга Ребята Вся тренировка Была Заснята Для железного рейтинга Поэтому Полноценный ролик Блять Об этом Обо всем Вы увидите На железном рейтинге Я думаю Что скоро Вот Я Некоторые Моменты Сказал Васе Которые я хотел Чтобы были Под цензурой Это Касается Естественно Не моей речи А То о чем Я говорил Вот А в целом Конечно Никакой цензуры Как всегда Будет Моя Фирменная Матершина Как всегда Будет Моя фирменная Откровенность Все Что вы Привыкли Видеть В моем Исполнении Короче Вот Должно Быть Да Должно Быть Заебок Ты С кем Разговариваешь Какой Автор Ребята А мне Обязательно Спрашивать Вас Когда я Должен Ложиться Спать Или Вы Просто Хотите Тут Проказаться И Все Ну Понятно Что Лицо Схуднуло Я Как бы Все Таки На низкокалорийной Диете Сижу А не На высококалорийной Вот Ребят Я вообще Не бодрячком По фейсу Вот Это просто Я сейчас Съел 80 Нет 62 Грамма Порцию Рис И 300 Грамм Мяса И По причине Того Что Я Закинулся Под Тренировки Блять Небольшой Порции Углеводов Может Показаться Что Я Охуенно Свеж На деле Я Не то Что Свеж Я Блять Выжат Как Лимон Это Была Сегодня Третья Тренировка Третий Тренировочный День Подряд И Третий Тренировочный День Блять Который Не днем Был А ночью Вот То есть Тренировка Которая Закончена Была В час 15 Блять Сука Ёбаный Это Твой Трек Кот Блять Пиздец Я Тупой Конечно Кошмар Да Так И Тренер Вот Короче Я Отвечаю Я тебе Отправлю Этот Трек Кот Завтра Вот Просто Блять Отвечаю А если Не отправлю Тебе Трек Кот Не заказывай У меня Растан Давай Так Это Будет Жесткие Условия Блять Не отправляю Трек Кот И Все Иди В Пизду Я Не беру У тебя Растан Сука Это Мой Режим У тебя Свой У меня Мой Так Короче Че Там Я Еще Вам Не Рассказал Че Я Вам Еще Не Рассказал Ну Короче Я Вас Это На Железном Рейтинге В Комментариях Буду Ждать Почему Понимаете Да Я Буду Вас Там Ждать Не Понимаете Я Вам Скажу Я Я Готовлюсь К Волне Огромного Количества Хейтинга Потому Что Я Не Знаю Почему Блядь Моя Персона Вызывает Такое Количество Ненависти И Агрессии В Задротах И Малолетних Пиздюках Но Видимо Я Слишком Охуенин Блядь Для Части Аудитории Вот Поэтому Я Хочу Чтобы Когда Это Видео Выйдет На Железном Рейтинге Попробую Ладно Вот Когда Это Видео Выйдет Короче Чтобы Вы Сюда Туда Прилетели Все В комментарии И Когда Какая Нибудь Малолетняя Падла Попытается Написать Какую Нибудь Хуйню Чтобы Вы Все Дружно Блядь Налетели На него И Разорвали Просто В клочья Своими Злостными Комментариями О том Какой Он Чмо Пидорас И Недоделанный Да Я Блядь Бородатый Гондон Да Это Так До Свидания Пойди Хуй Пососи Вот Короче Вот Вот Ребята Да Я не понимаю Собственно Видите Как Вот Он Пришел Сказал Что-то Вот Такой Он Молодец Да И Одного Такого Бессмертного Блядь День Там У Алексеева Приложить Бо Головой Об землю Блядь И Блядь Ебануть Ему Еще Сверху Блядь По голове Ногой Вот И Сразу Бы Сразу Бы Изменилось Блядь Его Мировоззрение Мне кажется Да Оно Бы Сразу Как-то Просветлел Бо Парень Я думаю Ну Ну Что Спрашивайте Давайте Я На Какие-то Ваши Блядь Интригующие Вопросы Отвечу Да Банки Блядь 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 Заебал Нахуй Ну Что Еще Надо Чартеры Прописать Линокс Да Лаврентий Конечно Сойдет Месяц Месяца Достаточно Потом Надо Перерыв Ребят Про Фармакологию Я не Рассказываю На чем Я Сижу Что Когда Я Убираю Что Когда Я Ставлю Я Ж Говорю Не 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 Андрех Я На Этот Вопрос Все равно Не Отвечу Аллахол Нет Сейчас Нет Зачем Он Мне Нужен Сейчас Я Уже Ответил На Вопрос Сколько Ставить Аминокапельницы Я Сказал Месяц Поставь Потом Отдохни Блядь Они Так Заебали Своими Допинг Скандалами Попробуй Чувак Позаниматься 15 лет Может Тоже Чуть Наберешь А я Говорил Что Изолят Хороший Хороший Изолят Качественный Вей Не знаю Я Пробовал У меня Пробник Был Такой Вкусный Какой-то При чем Тут Боролся С кем Ты Боролся Со Злом Если Ты Борьбой Занимался При чем Тут Борьба И При чем Тут Стать Большим Связи Не вижу Вообще Ну Вообще В целом Ну Хорошо Теперь Позанимайся 7 лет В тренажерном Зале И Возможно Мышцы Вырастут Все Со временем Появляется Ничего Просто Так Не Происходит Что За Новый ГР Каких Пачках Расскажи Здорово Здорово Мой Яростный Фанат Да Очень Устал Я Что Уже Говорил Просто Пиздец Как Устал Так Я Вообще То Об Этому Рассказывал 15 Минут Как Мы Потренили Все Долго И Тщательно Рассказывал А Что За Видос Где Ваня Что Про Меня Хорош Говорил Ну Расскажите Хоть Послушаю Так Кто Кто Мне Секреты Про Блин Скиньте Ссылку Пожалуйста Мне Личку Вконтакте Я Посмотрю Перед Сном Какой Я Молодец Хоть Послушаю Ребята Давай Кидай Вока Спасибо Спасибо Хорошо Не буду Хорошо Надоели Вы Со Своим Режимом Я Живу В Своем Режиме Вы Своем Не Бить Мозги Спеть Обязательно Спою Если Переведешь Деньги Мне На Карту Сберы Я Думаю Что Юлия До Свидания Вот Так Смотрим Сверху 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 Так, спокойной ночи. Приятно пообщаться с умными людьми всегда. Главное не затягивать с ними общение. И все. И вот здесь тоже. До свидания. Изжога есть. Банально можно Ренни закинуть. От изжога средства. Очень хорошее средство. Нексиум. Но Нексиум очень дорогой. Нексиум стоит почти полторы тысячи. Да, я видел, что пришло сообщение. Дмитрий, спасибо. Сейчас закончу сеанс перископа. И посмотрю и пойду баиньки. Октовигин. Да, я на прошлой подготовке, перед тем, как сесть на диету, 10 дней его проставлял. Но научная подоплека его работы не доказана. И он очень аллергенный. Но могу сказать, что я проставил. И он дает такое ощущение, знаете, Блядь, ну как будто ты, короче, вот проставишься и как будто ты спишь на самом деле не по 8 часов в сутки, а, блядь, по 10. То есть такое ощущение, что ты бодрее, что ли, как будто ты восстановился больше. Ну, это мои личные ощущения. Не знаю. Сейчас я не ставил. Очень аллергенный препарат. Очень болезненные инъекции. И под сомнением. Я не Валька. Меня зовут Валера. Я уже объяснял. Мне 31 год. И это априори обозначает, что обращаться ко мне как Валька, это, ну, как минимум бан, если мы давно с вами не знакомы. Вот. Это первый момент. Второй момент. У меня нету скайпа. У меня есть личка ВКонтакте. И консультирую я у себя в личке ВКонтакте. Консультация стоит 3000 рублей. Вот. Это разовое. По каждому вопросу отдельно она стоит 3000 рублей. Если все тематики разом, то будет 7000 рублей. Не надо в капельницу ставить инс. Инс нужно ставить перед тем, как ставить капельницу. В живот. Не тыкай инсулин в вену. Это очень опасно. Потому что в вену он подействует совершенно по-другому. Намного быстрее. И, возможно, непредсказуемая реакция организма. Поэтому не выдумывай у тебя не тот уровень, чтобы страдать такой хуйней. Так, ну что, братва. Ну что. Я думаю, что, наверное, хватит на сегодня. То есть, как минимум, я зашел вам, немного отчитался. И этого, наверное, хватит. В живот без разницы куда. Значит, ну что. Я думаю, до кучи покажу вам ляжки. Да. Покажу вам ляжки и баеньки. Сейчас покажу. Вот это было. Особо позировать, ребят, не буду. Ляжки очень болят. Они заколоты. Поэтому я не буду сегодня сильно напрягаться. Нет, чуть-чуть. Чуть-чуть. Завтра, как проснусь. Покушаю. Лягу, посплю. Потом опять покушаю и зайду к вам. Потому что первый раз я буду вставать рано. Смысл заходить очень рано, я думаю, не будет. Да, пятерки тебе хватит. Это точно. Все, братва, спокойной ночи. Я пойду посмотрю видос, который мне скинули. Блядь, и попробую скинуть тебе, Андрюха, твой ебучий трек-код. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok